Умирают ли умирающие бренды? Здравствуйте, друзья! Сегодня впервые хочу обсудить ролик другого автора. Не так давно на соседнем канале, на канале GetAt, вышел ролик под названием 10 умирающих часовых брендов. И мне после этого пошли как вопросы в комментариях, так и много вопросов в личку. Ну и решил на эти вопросы ответить. В этом ролике я не хочу критиковать выпуск GetAt, выпуск Дэна. Я просто хочу дать чуть более правильную информацию по тем вопросам, которые я знаю. Сразу скажу, с Дэном мы не знакомы. К его каналу в целом я отношусь очень хорошо. Мы с ним рассказываем про разные вещи, рассказываем немножко по-разному. То, что делает коллега, реально уважаю, без шуток. Разница в том, что он на часы смотрит со стороны, а я на них смотрю из отрасли, из часовой отрасли. Наверняка вы в своей области тоже сталкивались с тем, что снаружи и изнутри многие вещи выглядят, скажем так, несколько по-разному. Он и сам подчеркивает, что к продавцам-барыгам отношения не имеет. В отличие от него, я к барыгам отношения имею. Потому что с 98 года начал заниматься продажей часов, а с 2000 года начал выпускать часовые журналы. Сначала журнал «Часовой бизнес», потом журнал «Мои часы». И, соответственно, я немножко знаю, как все устроено в этой отрасли изнутри. Итак, в том ролике обсуждалось несколько люксовых часовых марок. Начнем с того, что именно люксовых марок там, прямо скажем, немного. Дело в том, что для меня понятие «люксовый часовой бренд» имеет вполне конкретный смысл. Об этом мы поговорим в отдельном ролике. Я бы назвал те бренды, что перечислены у Гетата, известными, престижными, но, пожалуй, не более. И те 10 марок, про которые говорил Дэн, мы сегодня разберем по группам. А начнем мы с марки Франк Мюллер. По словам Дэна, в 2000-х годах Франк Мюллер была неимоверно крутой маркой. Именно Франк Мюллер сделал модным изогнутый корпус. Отчасти это правильно, другое дело, что пик популярности Франк Мюллера пришелся на самый конец 90-х, ну или на первые годы 2000-х. Сейчас хайп вокруг Франк Мюллера спал, в России он спал особенно, но сказать, что марка умирает, думаю, что в корне неверно. Дело в том, что главный рынок для Франк Мюллера это США, а там, по моим сведениям, все очень даже. Больше того, если говорить про группу в целом, то недавно компания построила 16 тысяч метров производственных площадей. Простите, но умирающий бренд так не делает. Если я правильно понимаю, Дэн в своем анализе отталкивался от предложения на вторичном рынке США. Действительно, предложение там велико и велик дисконт на часы Франк Мюллер, все правда. Но мне кажется, причина в том, что в последние годы у Франк Мюллера был довольно большой объем выпуска. Немножко ребята перестарались. По оценкам исследовательской компании Deloitte, выручка Франк Мюллер Групп составляет около 350 миллионов долларов. Группе принадлежит много предприятий в разных странах мира, во Франции, в Армении. Им же, кстати, принадлежит Минский часовой завод Лучин. Я думаю, что говорить, что Франк Мюллер умирает, ну, вряд ли правильно. Эта группа нас с вами точно переживет. Следующая марка Грэм. По словам Дэна, часы дорогие и однообразные. Цены не соответствуют уровню качества. Здесь я с ним не сильно согласен. Мне кажется, что бренду просто не повезло с дистрибьютором в России. Потому что те часы, которые я держал в руках, до последнего были вполне. Просто бренд нишевый, его нужно уметь подавать, а в России сделать этого не получилось. Что происходит у марки сейчас сказать сложно. В 2019 их в Базилии не было. Третья марка Жан Ришар. По словам Дэна, это некий заложник дизайна а-ля Панерай, такой Панерай для бедных. На его взгляд, марка стала переоцененной. Когда пришли в Россию, по его словам, стоили 5000 долларов, а сейчас подорожали. Я не знаю, сколько стоил Жан Ришар, когда он пришел в Россию, потому что 2000, когда начал заниматься журналами, они здесь уже были. Назывались они тогда, правда, не Жан Ришар, а Даниэль Жан Ришар, и цены начинались с суммы около 2000 долларов. Тогда, правда, вообще все стоило других денег. Омега стоила чуть ли не 1500 долларов, а за 700 долларов можно было купить или золотой тесо, или кварцевый стальной зенит. И у Жан Ришара была своя фишка, был корпус под названием TV Screen, это такая очень своеобразная подушка. Сейчас Жан Ришар входит в группу Керинг, вместе с такими марками, как Жерар Пирогу и Улисс Нардин. Наверняка многие из вас не знают название Керинг, зато думаю, что название Гуччи знают почти все. Так вот, Гуччи это тоже одна из компаний, которая входит в холдинг Керинг. Общий оборот холдинга существенно превышает 10 миллиардов долларов, так что умирать холдинг точно подождет. Вот, другое дело, что группа, похоже, не может сформулировать четкую стратегию относительно бренда Жан Ришар. И он не умирающий, он скорее такой замороженный или спящий. Вряд ли Керинг куда-то денется. Дальше поговорим сразу про две марки, Эбель и Конкорд. Почему про две, потому что обе они входят в группу Мовада. А Мовада это американская группа, если верить данным Делойта, то ее оборот оценивается примерно в 570 миллионов долларов. Ну то есть тоже помирать она будет не один день. И помирать не знаю, будет ли она вообще, потому что по крайней мере до середины прошлого года группа чувствовала себя весьма неплохо. Ну и из последних значимых новостей, летом 2018 года Мовада Групп купила компанию MVMT. Часовой бренд, который изначально создавался, будучи нацеленным на продажу только в интернет. То есть еще раз повторюсь, что и Мовада Групп, и марки, которые в нее входят, помирать явно подождут. Другое дело, что группа американская, ее бизнес концентрирован в США, снаружи активность действительно невелика. Хотя кусок правды про умирающие бренды в словах Дэна есть. У Эбиль пик пришелся на нулевые годы. Мне очень нравились модели того времени. Может быть на фото они выглядят, ну как-то там и не очень непонятно, но в руках это было совершенно фантастическое ощущение. Однако затем группа пересмотрела стратегию марки, решила сдвинуть ее в существенно более нижний сегмент. Последний раз я эти модели держал в руках года 2 или 3 назад. И конечно это было уже совсем не то. Группа очень сильно поменяла ценовую категорию. Цены начинались чуть ли не от 300 долларов, возможно немножко ошибаюсь. И конечно это были уже совершенно другие часы. Внешне на картинке они выглядят достаточно прилично. Но того буквально кайфа, который вы получали, держа в руках Эбиль 2000-х годов, конечно уже не было. Про Concord Дэн говорит, что в 90-е эти часы были популярны за дизайн, но потом вышли из моды. Сейчас пытаются что-то копировать у Булгари и по слухам компания близка к банкротству. Не знаю, информации по этому бренду у меня очень мало. Последний раз я держал в руках вот эти часы, было это году, наверное в 12-м. Что происходит с маркой сейчас не знаю, чего бы они такой скопировали у Булгари, как ни смотрю не вижу. По-моему ничегошеньки похожего. Следующие две марки принадлежат другой группе. Это Eterno и Korm. Здесь у Дэна также есть кусок правды в том, что обе они принадлежат китайской компании CityChamp. Согласен с тем, что у китайцев с люксовыми часами как-то не задалось. Но обсуждать их как умирающие тоже неправильно, скорее это проекты уже умершие. Начнем с Eterno. Пару лет назад компания подавала заявление о банкротстве. Но к огромному моему удивлению, буквально месяц назад в Мюнхене на выставке Ингаргента я увидел стенд с вывеской Eterno. Попробовал подойти к стенту, поговорить с теми людьми, кто там стояли, но никто из этих людей ничего разумного мне сказать не смог. Да, мы здесь представляем марку, да, наши владельцы китайцы, но больше мы ничего не скажем. Ваша компания была под банкротством два года назад? Да, была. Ситуацию сейчас мы не знаем. Я не понял ничегошеньки ни про марку, и самое главное, я не понял, зачем было ставить стенд с людьми, которые ни на один вопрос ответить явно не могли. Не согласен я с Дэном и в том, что Eterno это прежде всего кантики. Года три назад с подачи ребят из компании Consul, из City Consul, общался с компанией, было очень много интересного. Мне понравились будильники, мне понравились женские часы, то есть модельный ряд был на мой взгляд просто обалденный. Я делал рассказ про бронзовую лимитку кантики. Но вот что-то у китайцев не пошло. Кстати, когда я говорю, что бренд принадлежит китайцам, это не означает, что часы выпускаются в Китай. Нет, это совершенно нормальные 100% швейцарские часы, просто владельцы компании это китайская фирма, не более. Точно так же, как, например, никто же из вас не скажет, что Land Rover это индийский автомобиль, хотя владельцем компании Land Rover является индийская Tata Group. Вторая марка, принадлежащая City Champ'у, это Corum, и здесь в общем тоже не пошло, причем тоже не пошло довольно жестко. Предпоследним руководителем Corum'а был мой старый знакомый Жером Бьярт, он там продержался буквально год, его предшественник два года. Жером рассказывал, что когда он пришел на работу в Corum, перед ним была поставлена задача вывести бренд из затяжной полосы убытков. Но проблемы оказались гораздо сильнее, чем можно было представить, и Жерому оттуда пришлось уйти, марка ушла из базеля, ну и как обычно бывает с брендом, который уходит с выставки, дальше полная тишина. Что происходит у Corum'а сегодня не знаю, думаю, что этот бренд уже не умирающий, а тоже умерший. И вряд ли дело в моделях, как говорит Дэн, скорее все-таки в политике владельцев. Из последних моделей мне запомнился вот такой глаз, это наверное самые страшные часы, которые я видел. Ну страшные не по исполнению, а страшные по своей задумке. Дэн говорит про модели Адмиралс Кап, что они остались популярными, но на всякий случай с 2018 года такой модели не существует вообще. Ее название поменялось просто на Адмиралс, без Кап. Дело в том, что в компании решили уйти от сходства названия с названием парусной гонки для того, чтобы не платить роялти. Ну настолько вот финансовое положение было печальное. Еще из интересного, у Corum были модели CoinWatch, часы в корпусе из монеты, а в 2018 году я держал в руках Bitcoin Watch. Удивительно, это было время глобального хайпа вокруг биткоина, но как ни странно, я почему-то почти нигде не встречал упоминания про эту модель и ее фотографии. Почему, не знаю. Ну а сегодня уже вообще, пытаюсь, можно зачеркивать эту марку. Итого у нас с вами из 10 остались 3 марки, которые принадлежат одной группе, группе Richmond. Это Panerai, IWC и Baume Mercier. Начнем с последней, с Baume Mercier. Как говорит Дэн, марка проигрывает своим главным конкурентам, ей не хватает бэкграунда, а цены в последнее время пошли вверх, а это ошибка. Упоминает про свой мануфактурный калибр. Как мне кажется, все здесь не совсем так. Точнее, внешне со стороны все может выглядеть вообще как угодно, но посмотрите вот на этот график. Это диаграмма изменения средних цен на эту марку в России. И как мы с вами видим, цены скорее идут вниз, чем вверх. Сравните, например, с Lanjin. Ситуация со своим калибром тоже непонятна. В 2018 году Baume Mercier предъявил модель Baume-Matic. Механизм с кремниевой спирали. У нас на канале был рассказ про эту модель. Часы действительно очень хорошие и внешние, и по характеристикам. Одна беда. По слухам, Swatch Group выкатила иски по нарушению своих патентных прав. И производство того самого механизма Ритмут был вынужден остановить. После пошли разговоры про то, что точно та же модель будет выпускаться без кремниевой спирали. Но как возможно при этом сохранить характеристики, я не очень представляю. С 2019 года развивать марку в России взялась новая компания-дистрибьютор. Ребята очень опытные. Надеюсь, что получится, потому что сами часы мне нравятся. Вторая из трех марок группы Richmond это Panerai. Ну, как говорит Дэн, это марка-заложник дизайна. В 2000-х годах это было нечто. Затем хайп закончился. Компания потратилась на механизмы, которые оказались не особенно нужны покупателям этой марки. Особенно не нужны турбионы. В чем-то я здесь тоже согласен. Согласен с тем, что хайп закончился. Хайп он вообще не вечен. А вот с общей характеристикой бренда я не согласен полностью. У марки очень много нового. Ну, например, можете посмотреть несколько выпусков с выставки S.I.Ch. прошлого года. Марка использует новые материалы, новые технологии. Практически все часы делаются на собственных калибрах. Хотя это можно сказать сегодня про всю группу Richmond. Для меня в 2010 году стал откровением разговор с тогдашним CEO Panerai Анджело Банати. На мой вопрос про военно-морское наследие и прочее прочее, он ответил, что Panerai это не милитари часы. Это спортивные часы категории high-end. Про историю мы забывать не собираемся, говорил он, но в рамках бренда она не так уж и важна. Ну и действительно Panerai стал мигрировать в сторону таких спортивно-дизайнерских часов. И нужно признать, что вплоть года так до 2016-17 эта стратегия великолепно работала. То есть все с цифрами у Panerai было просто прекрасно. Дэн упоминает про цены, что в последнее время они стали сильно расти и это плохо. Здесь он не совсем прав. Средняя цена на Panerai плавает примерно около одной и той же границы. И я думаю, что умирать этот бренд будет ну очень долго. И последняя марка IWC. Вот здесь я с Дэном не согласен совсем. Он говорит, что цены улетели вверх, что покупатели не приняли новые модели, что нужно поправить модельный ряд, качество не соответствует ценам, которые просят за часы. Все не совсем так. Точнее совсем не так. Действительно, так же как у Panerai, у марки есть знаковые модели. Модели дорогие и они год от года дорожают. Есть множество лимиток, которые тоже достаточно дорогие. Но в целом средний ценник на IWC скорее понизился. Посмотрите на вот этот график. Я не большой фанат что Panerai, что IWC, но эта марка совершенно точно никуда не денется. У нее множество своих калибров. Они используют свои материалы, свои технологии, свои разработки. Материалы как в области корпусов, так и в механизмах. Например, за последние годы во многих механизмах они заменили наиболее изнашиваемые детали на детали из керамики. То есть резко повысили ресурс. Они вообще стараются соответствовать новому взгляду на часы. Механизмы имеют большой запас хода, большой диаметр, что хорошо смотрится при современном размере циферблатов. Очень много своего, очень много интересного. Умирает ли эта марка? Ну, ребят, не знаю. Я думаю, что даже внутри Ричмонда впереди них умрет еще 4 или 5 марок. Сперва закончится Ван Клифф, Рожей Дюбуи и еще парочка. А уже потом дойдет дело до IWC или Panerai. Повторюсь, я уважаю то, что делает канал Getat. Это не критика его ролика. Там автор высказывает свою точку зрения, отталкивается от своей какой-то информации. Он имеет на это право. Я просто хотел дать зрителям Ютуба чуть больше информации по той же теме, но уже со своей колокольни. Напишите в комментариях ваше мнение про упомянутые марки. Или может быть про какие-то другие бренды, которые или сходят с арены на ваш взгляд, или наоборот активно выходят на нее. И подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть еще больше интересного. Из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok